Принцесса Покахонтас Принцесса Покахонтас Мастера Принцесса Принцесса Покахонтас Принцесса Покахонтас Принцесса Покахонтас Принцесса Покахонтас Из какого вы племени? Мы народ Мивок Наша деревня находится на берегу бухты Мы ищем девушку и ее спутников Это мы? Тогда ты Покахонтас Мы наконец-то нашли ее Она посланник великого духа Добро пожаловать в наши земли, Покахонтас Мы ждали тебя много лун Добро пожаловать в племя Мивок Эй, может, уберешь нож, желтый волк? Покахонтас Совет вождей этих земель просил встретить тебя и твоих спутников И проводить к месту наших собраний Благодарю тебя, великий вождь Мы в твоем распоряжении Ты готова идти? Ну, я не думала об этом, я... Сотни людей ждут тебя там, на той стороне бухты Тогда нужно идти Тут ты права Чего мы ждем? Думаю, нам прежде всего нужно поесть Мы приглашаем вас поесть с нами, великий вождь Спасибо, но нас слишком много для этого Ничего, здесь хватит на всех Целый кит Тогда это другое дело Это доказательство храбрости Охота на кита опасна После того, как мы наедимся, останется еще много для вашей деревни Спасибо, Покахонтас Идемте, мы разожгли огонь Будьте нашим гостем, великий вождь Спасибо До свидания, до свидания До свидания Пусть великий дух будет с вами Они отправились домой, где их деревня На севере они путешествовали с нами, как проводники Их путь займет две луны Я не могу есть мясо кита, и я уже очень сильно проголодалась Хорошо, я пойду за тобой, покажи мне, где искать Эй, скажи, куда ты собрался, Мок? Мок одиночка, он о нас не думает Он не изменится Не стоит ходить одному Кто знает, что с ним может случиться Я бы не стал за него волноваться У Мока есть умный рысь С ним все будет хорошо Боюсь, Моку будет трудно нас найти Ты права, лучше нам его поискать Мок! Мок! Где ты? Мок! 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 Я здесь! Мок! Он всегда готов привлечь внимание Давно он уже здесь? Кто знает Что за игры ты задумал? Мы тебя повсюду искали Зачем вы меня разбудили? Я хотел отдохнуть И если вы, Капуша, будете так же невнимательны Враг сможет легко напасть на вас Ты прав Из-за тебя наше сопровождение ушло так далеко, что защищать просто некому Не бойся, Хопихо Мок здесь Смотрите, сколько фруктов Где ты их взял? Не скажу Это секрет Теперь Покахонтас и Хопихо не будут голодать Так вот, почему он исчез так тихо Он искал вам еду Ешьте скорее! Порадуйте, Мока! Не волнуйся Я так голоден Но в следующий раз Будь добр, Мок Скажи, что ты хочешь сделать Мы пойдем с тобой Здорово Чтобы вы были счастливы Я должен всегда быть с вами Не бойтесь, я больше вас не оставлю Мивок, наверное, волнуйся за нас Идем Еще раз спасибо, Мок Я очень тобой горжусь Ты столько прошел, чтобы найти для нас фрукты и ягоды Благодари моего друга, а не меня Маленькая птичка показала мне, где в лесу найти фрукты и ягоды Дух странствий просила меня заботиться о тебе Когда она просила тебя об этом? До того, как мы отправились от Ниагары после Великого Совета Такими темпами мы посидеем и состаримся, прежде чем обойдем все племена Вот и мы Смотри, наша деревня там, внизу Люди ждут тебя Идем, они увидели нас Им не терпится с тобой встретиться Мое сердце переполняется радостью от того, что ты наконец пришла к нам Все племена ждали тебя много лун Меня зовут Тачи Я вождь племени Йокут Это Хопи-Хо Его отец вождь племени Хопи А я Покахондас из Пуэтанов Мы рады тебе Я говорю от имени Совета Племен Я самый старый вождь в этих местах Эта хижина была специально построена для вас, чтобы вы могли отдыхать Спасибо, великий вождь Устраивайтесь, как дома Думаю, вы устали с дороги Что вы там колете? Каштаны, желуди, лесные орехи Мы колем их и смешиваем с водой А что вы делаете с этой смесью? Готовим, делаем пироги Какая отличная идея Мне не терпится попробовать Судя по всему, они очень вкусные Вождь сказал нам приготовить что-то особенное к вечеру в честь наших гостей Все женщины готовят блюда, которые принесут в корзинах, которые сами сплели Меня поражает ваше умение Ваши пирожки так аппетитно смотрятся в этих чудесных корзинах? Какие они красивые Превосходное мастерство Сейчас ты захвалишь наших женщин, и они больше не будут мне подчиняться Верно, это умные женщины, и судя по их работе, очень талантливые Ты права, тебе нужно познакомиться с людьми, что плетут корзины Они живут неподалеку Но уже скоро стемнеет Они живут неподалеку Они заслужили твою похвалу Это самый вкусный суп из всех, что я пробовал Я видела, что они добавляют в него муку из зерна и каштанов Секретный рецепт Берите еще, если вам понравилось У ваших женщин всегда достаточно каштанов? Не всегда, иногда мы обмениваем их на то, что у нас есть Интересно, а чем вы обмениваетесь? По-разному, обычно людям нравятся ракушки Ракушки? Да, такие, как на моем ожерелье Мы делаем очень красивые орнаменты из ракушек Людям это нравится Мы собираем больше всех ракушек, поэтому можем ими меняться А как происходит обмен? Я с этим не знакома Мы даем определенное количество ракушек в обмен на разные продукты В зависимости от их ценности Например, два ряда ракушек в обмен на каноэ Ракушками мы также расплачиваемся за услуги Например, если кто-то работал на нас, мы пользуемся ими каждый день Все имеет цену? Не все Ракушками не платят лекарю за исцеление больного Но если шаман устраивает особый ритуал для кого-то Ему дарят ракушки А еще за то, что он устраивает молитвенные церемонии для великого духа Вы шутите? За все платить? В нашем племени шкура оленя стоит целый ряд ракушек По меньшей мере, 10 ракушек нужно, чтобы жениться Мы племя Талава Часто путешествуем на кону и на север Там мы меняем наши корзины на ракушки Это смешно Зачем племенам нужны бестолковые ракушки в обмен на нужные вещи? Так они живут Зачем племенам нужны бестолки? Зачем племенам нужны бестолки? Тут такие красивые ночи Великий дух был особенно щедр к этим местам Зачем племенам нужны бестолки? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Постойте, дети. Что у вас в корзинах? Это тростник для плетения корзин. Ты когда-нибудь делала это? Нет. Правда? Жаль. Куда вы несёте этот тростник? Вы далеко направились? Нет, мы несём его нашей маме. Туда, где все. Так это те женщины, которые плетут знаменитые корзины. Если ты захотела знать всё о корзинах, то это твой шанс. Эти женщины из племени Копрок. Они живут на севере. Они такие умелицы. Я просто поражена. Ну, если мы пойдём дальше, ты увидишь ещё более способных. Это женщины из племени Пома, самая лучшая мастерица. В их корзинах можно носить даже жидкости. Они отлично сплетены. Правда? Это восхитительно. Да, качество плетения просто превосходное. Смотри, как эта женщина работает. Твоя корзина с перьями и ракушками такая красивая. Можно посмотреть? Ты разрешаешь? Твоя одежда и корзина похожи. Это так предусмотрительно. Благодарю тебя, принцесса Покахонтас. Возьми корзину. Я дарю её тебе. Спасибо, с радостью возьму. Я сохраню её в память о женщинах племени Пома. Все вожди племён в этих землях гордятся мастерством своих женщин. Это шляпа для Покахонтас от женщин племени Талова. Мы хотим, чтобы ты и нас помнила. Благодарю вас. Большое вам спасибо. Очень красивая шляпа. Эти женщины очень умны, а они даже делают особые жилеты, которые войны надевают, идя на войну. Пример шляпы, Покахонтас. Она мне идёт? Да, идеально. Ты похожа на женщину Талова. Вы все принадлежите к великому народу. Ваши племена такие разные, такие богатые. И в то же время такие похожие. Вы говорите на одном языке, и это держит вас вместе. Покахонтас, Покахонтас. Наш народ так одарён. Это ты. Это значит, что Мок вернулся. Правильно? Он вернулся? Как прошла охота? Кажется, вы хорошо проводите время. Ты такая смешная. В этом уборе женщин-Талова. Ну и как оно? Я об охоте. Да, благодаря советам правдиопера. Не волнуйся, добыча всего несколько животных. Хорошо. Чем меньше, тем лучше. Я сегодня столько интересного видела. Женщины этих племён такие одарённые. Это сделали женщины Талова? Красиво и прочно. Мне идёт больше, чем рыси. С тех пор, как мы оказались здесь, меня поражает ум этих людей. Они используют всё, что их окружает, для улучшения своей жизни. Покахонтас, когда ты будешь говорить с нами на собрании, этим вечером постарайся как можно больше воодушевить их. Им это нужно. Ты прав. Этого ждёт от нас великий дух. Эти люди заслужили самого лучшего поощрения. Что там делают все эти животные? Смотрите на них. Как их много. Я думаю, они шли за нами, потому что хотят услышать твою речь о Великом Духе. Спасибо, что пришли, друзья. Послушайте меня. Этим вечером меня переполняют чувства радости и счастья. Много племён и народов собрались здесь, в Северной Бухте. Некоторые пришли из сухих далёких земель и тем самым совершили самые длинные путешествия за свою историю. Это Кивиллы, Церана, Диегено и Хоппи. Посланники Великого Духа тоже шли много лун, чтобы добраться сюда. Перед вами принцесса Покахонтас из племени Поэтан и Хоппи-Хо из племени Хоппи. Приветствуйте их. Вся твоя деревня пришла сюда, чтобы послушать тебя. Как говорилось в древнем пророчестве моего народа, которое знакомо многим из вас, когда звёзды исполнят танец Качино в ночном небе на деревне, и когда солнце померкнет, третья эпоха нашего мира подойдёт к концу. И начнётся четвёртая эпоха, та, в которой мы будем жить под властью Великого Духа. Мы докажем захватчикам, что наш народ смел, умён и трудолюбив. Что мы живём согласно благородным древним традициям. Чтобы достичь этой цели, мы должны объединиться. Он прав! Давайте объединимся и будем помогать друг другу. Только так мы выживем! Захватчики не уважают природу и её законы. Они губят всё на пути. Если так будет продолжаться, царство животных исчезнет. А вместе с нами и растения. Сама жизнь нашего Великого Мира под угрозой. Покахонтас, посланница Великого Духа, будет говорить с вами от его имени. Для меня честь быть здесь, среди вас. И рассказать вам, что Великий Дух создал для нас круг природы. Круг – это жизнь, от рождения до смерти. Это основа нашего существования. Все живые существа равны на земле. Никто не смеет нарушать круг жизни. Мы все должны жить по его законам. Те, кто не уважает все живые создания, однажды дорого за это заплатят. Захватчики убивают так много животных, что это угрожает их существованию. Разговаривая с вождями, я поняла. Я поняла много важного. Я встречалась с разными народами на моём пути. Все племена приветствовали нас. И все вожди сказали, что хотят объединения. Чтобы стать одной большой нацией, такой сильной, чтобы вожди бледнолицых захотели жить в мире с нами. Мы пойдём к ним и объясним волю Великого Духа и секрет круга жизни. Так Великий Дух повелел мне. Субтитры создавал DimaTorzok Мы должны сражаться за наши традиции. Все должны зарыть топор войны и стать одним большим народом. Великий Дух сказал мне, что после периода великих страданий мы вернём себе нашу силу и создадим единую, великую, счастливую, мирную нацию. КОНЕЦ КОНЕЦ Фильм подготовлен на студии ВАРМСАУМ. Перевод Надежды Ковалевской и Елены Поповой. Звухорежиссёр Сергей Лолюцин. Текст читали. Мария Косяк и Ле Фрик. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА